Итак, друзья мои, продолжается бизнес-канал на Финам.ФМ. Вторая его часть бизнес-класс сейчас в эфире. Я представляю моего гостя в студии бизнес-класса Руслан Найманов, генеральный директор компании СОЛТ. Добрый день, Руслан. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы сегодня будем обсуждать вместе с Русланом, ну и с вами, мои уважаемые слушатели, будем обсуждать тему рынка таксомоторных перевозок в России, есть ли этот рынок, как он себя чувствует, как он выглядит, ну и основные проблемы, естественно, как всегда, нас будут с вами интересовать. Поэтому присоединяйтесь к нашей беседе. Для этого у вас есть возможность позвонить, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, либо написать на сайте компании финам.фм. Ну и далее мы прочтем и ответим обязательно на все ваши вопросы. Вот, наверное, все в качестве приготовления таких, да, традиционных я сделал. Ну и первый вопрос, Руслан, вам. Расскажите, да, несколько слов, скажите, пожалуйста, о своей компании, компании СОЛТ. Ну это аббревиатура, насколько я понимаю, да, расшифруйте ее. Да, это аббревиатура нашей компании, сокращенная компанией называется «Система оперативного лизинга транспорта». Мы занимаемся сегодня созданием специализированного бизнес-решения для рынка таксомоторных перевозок, когда любой пользователь, не пользователь, а участник, оператор рынка, таксист, таксомоторная компания, индивидуальный предприниматель может прийти к нам в компанию, получить готовый автомобиль, соответствующий установленным требованиям, и начать работать на этом автомобиле, зарабатывать деньги, перевозить пассажиров и создать так называемый свой бизнес. Причем, я так уточню, автомобиль этот в лизинг вы предлагаете? Да, мы предлагаем автомобиль в лизинг, клиент заключает с нами договор, получает машину, платит ежемесячные платежи и, соответственно, зарабатывает деньги. Ну здорово. Как давно вы, собственно, затеяли этот бизнес? Подготовительный этап мы начали еще в прошлом году. В этом году, в начале весной, мы прошли все стадии регистрации предзапуска, и с мая этого года наш продукт стал доступен на рынке. Сегодня любой желающий может прийти и взять машину в оперативный лизинг и стать участником рынка таксомоторных перевозок. А, кстати, рынок, ну давайте так, о рынке таксомоторных перевозок мы сейчас поговорим, и более детально, наверное. А вот рынок подобных услуг, услуг, которые предоставляет ваша компания, он вообще существует? То есть конкуренция какая-то есть, похожий к компании существует? Безусловно, рынок лизинга достаточно большой, существуют крупные компании-игроки, но... У вас все-таки специфика нет, конечно. Да, да, но надо вот отметить, что сегодня мы имеем некое там специальное решение, аналогов которого на рынке пока нет. Вот. Таксист или любой участник рынка может действительно взять автомобиль в лизинг у любой компании, выбрать автомобиль у дилера или купить кредит или еще что-то сделать, но получить готовое бизнес-решение, когда автомобиль полностью соответствует всем требованиям, такого на рынке пока нет. Ну и, кстати, автомобиль соответствует требованиям, но помимо этого, да, для того, чтобы я начал работу как официальный, что называется, да? Официальный таксист, да. Перевозчик, вот именно. Мне же нужно, наверное, какое-то разрешение или лицензию мне надо купить, мне нужно еще что-то зарегистрироваться где-то. Тут тоже, видите, всякие забосы. Безусловно, есть определенные требования для вас, как индивидуального предпринимателя, который хочет стать участником рынка таксомоторных перевозок. В первую очередь вы должны стать индивидуальным предпринимателем, да, это требование закона. Дальше вы можете обратиться к нам, и никаких больше действий от вас по большому счету не нужно. То есть вы мне поможете зарегистрироваться как ИП, да? Безусловно. И получить налоговый необходимый документ. И получить все документы, и выбрать машину, и оборудовать ее необходимыми инструментами, да, в том числе там и к приемникам карт оплаты. Поможем заключить договор с банком на обслуживание по экварингу, да, поможем получить, то есть мы получим разрешение. То есть вы получите полностью готовую машину. Готовый бизнес уже. Да, то есть не просто машину, а бизнес готов. Да, да, бизнес. С нашей стоянки вы садитесь за руль, и можете прям сразу ехать, получать заказы, работать и бордюру, и так далее. Плюс в нашей машине стоит специальное устройство, которое может принимать заказы, и мы определенное количество заказов тоже можем вам передать с рынка, с людей, которые позвонили в колл-центр и захотели поехать на машине куда-то. Это здорово, мне кажется, бизнес под ключ, да, такой есть термин забавный. Да, это так. И потом опять-таки, я так понимаю, что вы пока единственные, ну или там пионеры, может быть, на рынке тактомоторных услуг, вот с этой точки зрения. Да, да, с точки зрения законченности и комплексных решений, сегодня аналогов пока нет на рынке, мы даем это решение пока эксклюзивно. Хорошо, это радует, это здорово, но есть много, наверное, огорчающих, да, сопутствующих, что называется, обстоятельств, ну в частности. Будем говорить, насколько востребована ваша услуга, я с какой точки зрения сейчас расшифрую. Мы знаем, да, что есть некая официальная история, связанная с перевозками. Ну, мы говорим о Москве, наверное, да, есть смысл там и за МКАД посмотреть, а может и по регионам. Есть некая официальная, есть некая неофициальная, да, то есть человек, который собирается официально это делать, наверняка, перед ним возникает масса всяких проблем. В конечном итоге он может отказаться от этой идеи и просто стать у бордюра, но стать неофициальной. Вот вы как наверняка человек, обладающий, да, ну полнотой информации просто, вот можете, что можете по этому поводу сказать? Велика ли конкуренция, да, среди официальных и неофициальных перевозчиков в Москве сейчас? Безусловно, конкуренция на рынке сейчас существует. Вообще, если я там оглянулся назад в историю, да, то в свое время, когда закончился там Советский Союз, да, и вот рынок таксомоторных перевозок перестал регулироваться кем бы то ни было, то он достаточно активно развалился на части. И в 90-е годы, в начале 2000-х годов сформировался некий там стихийный рынок, так называемый бомбил, да, потому что официально рынком не управляли. Ну, то есть услуга была востребована, да, нужны были таксисты, да? Конечно, конечно. Такси нужны всегда, такси нужны везде, в любой стране мира. Есть клиенты, которые хотят поехать на такси. В Москве и в России было не исключение, но рынка цивилизованного не было, да, любой желающий мог сесть за руль как бы и поехать там бомбить, что называется, да. Мы все это там с вами видели, знаем и так далее. Соответственно, правительство Российской Федерации там приняло необходимые драмативные документы, они так давно, несколько лет назад, да, и направило усилия на легализацию этого рынка, потому что рынок достаточно большой. По оценкам экспертов, только в Москве потребность в такси 50-55 тысяч автомобилей. Причем она не удовлетворяется на 100%. Ну, и она удовлетворяется как раз за счет нелегалов, да. Потому что сегодня, по информации там Департамента транспорта Москвы, которая доступна на сайте, да, больше 30 тысяч разрешений уже выдано таксистам официальным. Соответственно, все остальное, вот считайте, это тень, которая также сегодня активно эксплуатируется. При этом необходимо отметить, что легальные таксисты в основном работают в большей части по заказам предварительным. Как по телефону, диспетчерской, интернет. То есть они буквально в смысле у бордюра не стоят. У бордюра не стоят. Кстати, вот, хорошая тема. Я опять из жизни, да, выходишь ты откуда-то, из метро, я не знаю, там, из подземного перехода, и нужно машину тебя поймать. Да. Точнее, давайте так, и нужно поехать куда-то, да, если ты сегодня не за рулем. Выходишь на дорогу, либо поднимаешь руку, либо уже кто-то стоит здесь, у бордюра, как правило, стоят. Но стоят ребята, да. Да, соответствующие. Соответствующие. Как с этим быть? То, что это неправильно, наверное, это очевидно. Ну, безусловно, это не только, наверное, касается вот и выхода из метро, или там голосования. У дома, я скажу, у дома непосредственно. Да, это также вот у вокзала, в аэропортах. Сейчас вы приезжаете на вокзал, до сих пор вас окружают какие-то непонятные личности, которые активно предлагают такси-услугу. Я не могу сказать, что они стали мне более понятными, эти личности, но, по крайней мере, если раньше действительно они выглядели так, я бы сказал, насколько настороженные на них смотрел. Ну, сейчас они какими-то бейджиками, да, чуть ли не форменных фуражках, там, я не знаю, под козырек мне дадут. Это те же самые люди, да, просто они купили бейджик. В основном, это те же самые люди, и сегодня зачастую бывают случаи, когда оказываются не очень, там, понятные качественные сервисы, и примеров из жизни у меня тоже масса, когда, там, даже мои родственники приезжают в Москву, сталкиваются с тем, что, там, могут завышать и тарифы, и возиться непонятно когда. Да, да, то есть, я не говорю, что там все они плохие, как бы, да, но в целом, как бы, так как рынок не регулируется сейчас вот здесь, в этой части, или они там, рынок регулируется, но они не вступили в легальную зону, то есть, понятно, что можно сделать практически все, что угодно, и клиент, как бы, может стать недовольным. Ну, давайте так, смотрите, да, это проблема, и мы, кстати, о ней тоже поговорим чуть позже уже, наверное, но все же вот такой вопрос меня интересует. Есть некая регулируемая часть, даже если взять конкретно аэропорт, вот я там прилетел, допустим, в Домодедово, есть регулировая часть Домодедово, есть нерегулировая, условно говоря. Как мне узнать-то, как мне узнать? Мне очень хочется официально, я даже готов больше заплатить, но мне хочется, чтобы это было официально, надежно, прежде всего, да, безопасно, там, как гарантированно. Как мне их различить, они же похожи. Да, безусловно, проблема в этом есть, и здесь как раз вот изменения последние, которые приняла Московская городская дума в 22 закон, таксомоторный перевоз к Москве, о том, что все такси с 1 июля должны отвечать требованиям по цвету, а это желтый цвет. Лица, желтый цвет лица? Желтый цвет автомобиля. Автомобиль. Так они меня встретят в Домодедово, они же не на автомобиле. А дальше... А потом поведут меня и посадят. В каждом аэропорту планируется, или сейчас уже создано, или создаются специальные выделенные полосы для такси. Как вы прилетаете, не знаю, там, в Мюнхен, или там, в Вену, или в другой город, приходите, там, в Лондон, в Хитрово, да, то есть стоят автомобили, полоса. И как это было в советское время, когда я был маленький, приезжал на вокзал, стояли желтые машины. Правда, там очередь вот такая вот стояла, но, тем не менее, вот, там, не было конкуренции. Руслан, спасибо, сейчас новости начинаем. Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, а в студии сегодня Руслан Найманов, генеральный директор компании «Солд». И мы обсуждаем рынок таксомоторных перевозок в России, ну, набившую, наверняка, уже оскомину, и тем не менее, актуальную, и до сих пор не теряющую, да, своей актуальности, тему «Такси в Москве». Да, потому что тема, это, еще раз повторю, важна ежедневно кому-то, кому-то ежечасно. Вот, и периодически, да, каждый сталкивается с этой проблемой, в буквальном смысле проблемой. Кстати, давайте вернемся к нашему разговору. Руслан, вот вы упомянули некий закон города Москвы от 11 июня 2008 года, да, насколько я помню, номер 22. Да. И звучит это так, что с 1 июля 2013 года он вступает в силу, а точнее уже вступил. И вступили изменения. Вступили изменения в этот закон, да. Если можно более подробно, что это за изменения, и, собственно, как теперь выглядит таксист, да, вот, вожделенный мною, потому что очень хочется всегда отличать нормального таксиста. Дома я, конечно, понимаю, да, дома я выхожу из подъезда, и у меня вдоль бордюра стоят там ржавая шестерка, да, чуть менее ржавый какой-то Opel Cadet, что ли, какой-то, ну, такой, в общем. И Mercedes C-класса там 1965 года выпуска, условно говоря. Вот, там, значит, соответствующие водители сидят. И, кстати, опять-таки, они никого не приглашают, особенно не удерживают, просто уже сложилось вот так, да. Люди уходят и говорят, до метро надо доехать. Вот, тут уже, пожалуйте, все, сервис и маршрутки не дождешься, я так понимаю, автобус тоже сегодня ходит, завтра нет. А здесь очень удобно, ну, и, наверное, все-таки не очень дорого, мне так кажется. Ну, это же все равно неправильно. Да, безусловно. Основные изменения, которые были приняты Московской городской думой в 22-й закон, казались изменения цветовой гаммы, да. Сегодня установлены единые требования по окраске автомобиля, это желтая окраска. То есть, любую теперь машину желтого цвета я буду воспринимать как такси. Ну, буквально, да. И рваться тут. Правда, еще есть дополнительные требования по федеральному закону 69-му, это должна быть полоса шашечная на борту и колпак оранжевого цвета, чтобы четко идентифицировать машину. Чтобы понять, что действительно такси, мало ли, кому-то, да. Ну, есть машина, да, сейчас желтый цвет, в принципе, он не популярен, как в широких кругах, но машина встречается, безусловно. Безусловно. Соответственно. То есть, визуально мы определяем, да, вот это такси. С 1 июля все разрешения выдаются только на желтые автомобили. Вот это основное изменение. Все, что было выдано до 1 июля, действует в течение срока, на которое разрешение выдавалось. Это 5 лет. Извините, Руслан, а, кстати, вы, это, вас-то тоже это изменение коснулось наверняка. Вы к этому делу подготовились, вы теперь в лизинг-то любую машину можете. Мы с самого начала ориентировались на желтые машины. Вы их как, перекрашиваете или вы заказываете просто у производителя исключительно желтые? Мы сегодня машины переклеиваем. Есть такая технология, да, пленки, соответственно, высококачественные. Мы этим пленкой машину оклеиваем, машина ездит в срок лизинга 3 года, обычный наш стандартный. После этого пленочку можно снять, и машина в прекрасном состоянии может дальше служить своему владельцу, если он желает ее эксплуатировать дальше. При этом, конечно, она, наверное, уже не будет такси, но в семье машину можно использовать или продать на вторичном рынке. А, кстати, какого уровня машины там? Что это за автомобили? — Машины разного уровня, но, безусловно, основную долю рынка занимают машины все-таки не самого дорогого сегмента. — Конечно. Эконом-класса, так называем. — Когда вы выбираете, да, эконом-класса, когда вы выйдете из метро, если будут стоять Mercedes-E-классы, которые там скажут, давайте я вас за 500 рублей везу, или будет стоять Hyundai Solaris, который вас попросит 150 рублей, вы, наверное, тоже подумаете, выберете машину соответствующую. — Хотя, мне кажется, есть, да, ну, наверное, это не очень популярно, но тем есть категория граждан, которые сидят. — Безусловно, рынок делится на сегменты, и, ну, по оценкам рынка сегодня, по оценкам эксперта, рынок где-то около 65-70% — это все-таки перевозки эконом, там, и комфорт-классы. Они такие классы немножко там плюс-минус совмещенные. В каждом классе мы представляем свое решение, то есть, если вас интересует машина вот так работать от бордюра, от метро, как вы сказали, да, недорогое, но при этом городского уровня автомобиль, пожалуйста, Hyundai Solaris — прекрасная машина, хорошо продается в розницу, все ее знают, ну, и неплохо себя рекомендует в этом направлении. Также мы готовы предложить автомобиль Volkswagen Polo Sedan, который соответствует тем же параметрам по цене и может удовлетворять тот же бизнес-направление эконом-класса, который сегодня существует. В комфортном классе мы предлагаем машины чуть побольше — это Volkswagen Jetta и Ford Focus. И в бизнес-классе можем предложить Hyundai i40 — машина, которая получила приз в Германии как лучший автомобиль для такси. Новая машина на нашем рынке, очень неплохая. И Ford Mondeo — тоже известная машина, которая себя хорошо рекомендует. И также для тех клиентов наших, которые хотят совсем уже... — Совсем хорошо жить. — Да, совсем хорошо. Мы готовы предложить машины более высокого класса, например, там, Mercedes E, известная тоже машина, очень популярная в Германии как такси. Пожалуйста, мы можем сделать и решение на этой машине. — То есть выбор есть. — Выбор есть большой, да. — Да, это всегда радует. Хорошо, давайте вернемся к тому. Итак, как должен выглядеть сейчас этот самый автоперевозчик, да, как должен выглядеть такси? Помимо того, что это желтого цвета, и у них есть шашечки, значит, внутри она чем-то наполняется специально. — Есть требования по таксометру. В машине должен стоять таксометр. Также в машине должен... — То есть раньше называли счетчиком? — Счетчиком, да. — А он, кстати, выглядит так же примерно? — Есть разные решения. Сегодня есть решение аппаратное, так называемое, как старый счетчик, да, который подключается там проводом куда-то так в машине. Я точно не могу сказать. — Ну, понятно, что он, соответственно, зависит от километража, да? — От пробега, да, колес учитывает пробег машины и тарифицирует соответствующим образом. И есть программные счетчики, которые используют современные технологии, там, GPS-позиционирование, и за счет этого тоже самое определяют. — То есть он просто считает, да, сколько километров проехали каким-то образом? — Да, ну, есть, стоит сим-карта, есть выход на спутники, да, и, соответственно, машина определяется, где находится и тарифицируется по пробегу. — Руслан, очень интересная тема вот эта, тарифицируются, за счет чего тарифы эти возникают? То есть есть какой-то, ну, при советской власти понятно, да, там, сказали, вот такой тариф, и по всей стране ездили по одному тарифу. А сейчас от чего это зависит? — Сегодня это зависит от желания перевозчика. — Перевозчик? — Да, то есть какой-то там единых стандартов нет. — Да-да-да, каждый перевозчик свой тариф может поставить. — Свой тариф. То есть это фактически там чисто в виде рыночные отношения, да, то есть есть рынок, есть клиенты, и каждый перевозчик может определить свой тариф в зависимости от там различных условий. — Да-да, в зависимости, уже от цвета машины не скажешь, да, от ее комфорта. В таком случае вот если смоделировать ситуацию, то я, так сказать, остановил автомобиль, да, такси, сел, и первый вопрос у меня, да, сколько мне это будет стоить? Вот как теперь определить? Потому что тот парень, который меня, условно говоря, от дома до метро довезет, да, у него есть тарифы. Сколько ты возьмешь? — На самом деле требованием закона предусматривается информирование пассажира о стоимости поездки, тарифах, да. То есть вы, когда садитесь в машину, можете увидеть стоимость посадки, как было в советское время, и стоимость каждого километра или времени. — То есть это написано, да, где-то вот на торпеде висит? — Да, должно быть написано в автомобиле. Мы предлагаем немножко другое решение. У нас есть специальный монитор, на который пассажир может нажать кнопочку, увидеть, сколько стоит поездка в целом, как бы, да, по тарифу, да, и сколько он уже наездил за период перемещения по городу. — То есть, опять, не было сюрпризов, да, я сел, мы поехали, и я, это как в известном фильме, помните, да? — Попали пробку. — Три тополя, да, да, не дай бог, три тополя на плющике. Помните, да, как героиня Татьяны Дорониной смотрит, что у тебя там тикает-то? Это деньги. Ты что же, я уже столько, я выхожу, я выхожу. Вот чтобы со мной такое не случилось, да, но как заранее все-таки знать. — Да, вы можете видеть, как вы едете. Если пробок нет, то, соответственно, тарифицируется по километражу, и информация прозрачна. Если вдруг вы попадаете в пробку и увидите, что она там достаточно протяженная, то у вас, как бы, есть выбор какой-то. — Да. — Прервать поездку, допустим, пойти в метро, да, если вы торопитесь или вы не хотите там заплатить достаточно большие деньги. — Я понял. Так, хорошо, хорошо, вернемся к закону, и, собственно, вопрос такой, как изменится рынок или изменился уже, поскольку сегодня, слава богу, да, какой там, 11 июля? — 11. — 11, да. Как он изменился? — Ну, наверное, как бы, не стоит ожидать. — Прямо все, да, раз, вышел сегодня, и все другое. — Все сразу поменялось, конечно, ничего сразу не меняется, да. На самом деле, даже вот перед вступлением закона в силу, насколько я знаю, вот мы тоже получали разрешение на свои машины. Перед 1 июля было столпотворение в департамент транспорта город Москвы, и люди записывались, все пытались запастись разрешениями на нежелтые машины, там, на ближайшие, там, не знаю, такое количество лет. — Потому что не успели перекрасить, или что? — Ну, потому что они их не успели, не захотели, не знают про наши бизнес-решения. — Слушайте, у меня такое впечатление, что это вот везде, да, где есть установлен какой-то срок, и с этого срока что-то поменяется. — Ну, везде. — Ну, это всегда, да. — Помните, с приватизацией была такая история? До последнего досидели, потом очередь огромная, а потом раз, и приватизацию продвинули. Кстати, цвет еще, да, вот этот желтый, не отменили или там, да, по времени это дело не продвинули, как пример с приватизацией? — Нет, нет, все, закон ступил. — То есть все уже, да? — Да, разрешения не выдаются. — Обратного года не имеет. — Разрешения не выдаются. — Не выдаются. — Поэтому как-то вот, наверное, ожидать, что завтра все побегут менять разрешение, менять машины на желтые, наверное, не стоит ожидать. — Это, мне кажется, такая некая тенденция, которую город, как административный ресурс, который управляет перевозкой, может стимулировать. Так или иначе приняли закон. Дальше есть, насколько я знаю, решение там городских властей о том, что только желтые машины будут иметь определенные преференции, связанные вот с передвижением по городу. Это и стоянки там около аэропортов и вокзалов, стоянки в местах специальных. — То есть а бы кого-то, да? — Да, специальные стояночки для такси, то, что было раньше, помните, такой же синий знак с машинкой. Такие стоянки есть и в Москве сейчас тоже. И на эти стоянки будет разрешено стоять только желтым машинам, которые соответствуют новым требованиям. Возможно, в будущем то, что рынок слышит, таксистам, соответствующим всем требованиям, имеющим машину желтого цвета, разрешат перемещение и по выделенным полосам для общественного транспорта. некая там будущая перспектива. Вот тем самым город будет стимулировать водителей, которые пока еще не поменяли цвет по какой-то причине, переходить на наши машины. — То есть мы опять возвращаемся к тому, что у нас есть часть рынка, условно говоря, официальная, часть неофициальная. И вот подобным способом как раз пытаются вытеснить или переманить неофициальную часть. — Ну, тут, наверное, все-таки есть два сегмента. Есть все-таки бомбилы, которые вообще как бы не получали разрешение и не хотят. И им там что желтая машина, что зеленая, им все равно. Они ездят на своей ржавой там какой-то машине. И то, что вы сказали, Opel кадетам. И им пока они еще не надумали встать легальными таксистами, перевозчиками. А для тех, кто сегодня уже имеет разрешение на перевозки, вот создается некое там стимулирование со стороны города, о том, чтобы все-таки сделать город наш красивый. И вот мы видели там красивые, эффективные машинки, которые радуют глаз, безусловно. — Желтый цвет — это в тренде все же, да? Это ничего такого сверхъестественного, ничего нового, да? — Ничего сверхъестественного нет. Действительно, в некоторых городах, в некоторых столицах, странах цвет желтый приветствуется. И вообще он пошел, насколько я слышал, там из Америки, когда желтая машина, она неким образом... — Она ярко и привлекает внимание. — Привлекает внимание, да. — Спасибо, Руслан. Еще раз новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, уважаемые слушатели, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем тему рынка таксомоторных перевозок в России. В гостях «Бизнес-класса» сегодня Руслан Найманов, генеральный директор компании «Солт». Еще раз я напомню, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Итак, Руслан, продолжим разговор. Действительно, действительно, все-таки можно сказать, да, то, что, ну, как минимум, власти Москвы заинтересованы, да, в том, что рынок стал более цивилизованным, более радостным, если можно так сказать. Не случайно, да, и желтый цвет, опять-таки. Более радостным, более эффективным, прозрачным и удобным для горожан и для гостей столицы. Вот насколько эффективность эту можно оценить, в принципе? Вот как сейчас выглядит рынок таксомоторных перевозок в Москве? Насколько он эффективен? Ну, и по своим возможностям, может быть, да, по своему размеру? Ну, по емкости, как мы уже сказали, там, несколько раньше, там, порядка 50-55 тысяч рынок оценивается в Москве. Сегодня выдано больше 30 тысяч разрешений на таксомоторные перевозки. Желтых машин пока не очень много на дорогах. Ну, вот я тоже езжу каждый день по городу и вижу, что становится все больше и больше. Больше и больше. И на самом деле, вот могу привести такой пример тоже из жизни. Сейчас у нас есть один клиент, который раньше был, так называемый, бомбилый как раз, да, обратился в компанию, получил сегодня желтую машину, ее начал эксплуатировать. И вот такую вот обратную информацию нам представил, да, что ему стало гораздо проще получать клиентов. Если он едет по дороге и видит, голосует клиент, останавливаются, там, три машины, он стоит третий, то в 90% случаев клиент разворачивается от какой-то непонятного, там, Opel Kadetta и сразу идет к желтой машине, садится, и он этого клиента берет и эксплуатирует свою машину качественно. Ну, то есть можно сказать, что и, в принципе, обычный, да, потребитель этой услуги, обычный москвич в данном случае или гость столицы, да, он тоже заинтересован, да, не абы куда сесть все же. Конечно, потому что наша машина, ну, я думаю, как и любая другая машина, которая сегодня соответствует требованиям, оборудуется, как минимум, там, нескими, там, приборами, такими, как GPS-трекер, когда мы можем видеть, как машина передвигается и контролировать ее перемещение. Второе, там, встроенный видеорегистратор с двухсторонним, когда записывается информация снаружи автомобиля и изнутри, вся информация, то есть определенный уровень безопасности есть, плюс есть тревожная кнопка у водителя, если что-то случается, там, не дай бог, да, то есть можно нажать, как бы, и служба реагирования там окажет необходимую поддержку. И вообще, как бы, если говорить про этот пример, он, мне кажется, такой, там, характерный сегодня, да, потому что вот мы, когда начинали свой проект, уже общались с таксистами, говорили, и они все время рассказывали, что мы не хотим желтый цвет, мы то не хотим, все не хотим, потому что мы не знаем где, как, дорого, почему, зачем. Наши бизнес-решения ответы на все вопросы. Потому что если вы имеете, там, вот этот вот наш с вами любимый Opel Cadet непонятного года выпуска, вы можете прийти с ним к нам, мы эту машину у вас заберем в трейд-ин, так называемый, да, выдадим новую машину без первоначального взноса, соответствующих всем требованиям, и вы также будете заниматься своим бизнесом, только не в зоне нелегальной, да, а в легальной белой зоне, и, соответствующих всем требованиям, почему нет. Я вот каких-то, не знаю, там, ни административных, ни экономических, ни даже внутренних, там, или, там, эмоциональных мотивов это так не сделать не вижу, потому что все создано сейчас для этого, есть и административная поддержка, есть и бизнес-поддержка, пожалуйста, приходите. Ну, это очевидно, и, тем не менее, вот, смотрите, вы рассказываете о том, что, когда раньше вы общались, или, может, сейчас тоже общаетесь с бомбилами, с частным извозом, вот, они все время какие-то аргументы выдвигают в пользу того, чтобы этого не делать. Это, наверное, все-таки обычная такая инфантильность, да, человеческая, просто не хочется делать, вот поэтому. Конечно, и эмоциональность больше, да, то есть, как только, вот, ты начинаешь с человеком общаться, показывать ему все преимущества, то в 99% случаев клиент соглашается на изменение своего статуса и переходит в зону легальности. При этом, опять-таки, есть сегодня поддержка города, и она, я уверен, будет только нарастать. Вот, давайте о поддержке города поговорим. Ну, помимо того, что вот мы обсудили сегодня, да, вступившись в силу поправки к закону, то в чем еще поддержка города, если и не в настоящее время, то в принципе в чем может быть еще поддержка? Ну, мне кажется, то, что город все не делает с точки зрения, вот, организации движения, да, и вообще вот создание инфраструктуры, там, общественных перевозок, это вот такое вот достаточно интересное и правильное направление, потому что сегодня мы по любым поездкам ездим в город на своей машине и начинаем вот ее парковать где-то, бросать. И негде сделать. И все, и негде сделать и так далее и тому подобное. Забиваем город, не нужно провокцировать трафики, хотя как удобно, там, если у вас средства позволяют и есть какое-то настроение, не знаю, поехать там с женой в театр, не на своей машине, да, заказать такси или взять ее на стояночке, поехать в театр, посмотреть спектакль, или после театра зайти в кафе, там, посидеть. Ну, то есть ты, например, не привязан к рулю, да, конечно, спокойно себя чувствуешь, там, если нужно, там, выпить даже, там, может быть, бокал вина, да, и поехать на машине. Хорошо, это действительно, да, это очевидное удобство, а на круг, если вот так вот прикинуть, это будет дороже или все же еще это и по деньгам, да, соответственно? Ну, смотрите, с учетом программы города по платным парковкам, тем же в центре, да. То есть помимо бензина, да, вот это найдешь, что я из дома туда и обратно. Амортизация машины. Ну, ее не просчитаешь все-таки? Ну, плюс-минус все-таки есть, как бы, там, технологии, которые позволяют как-то просчитать стоимость километра, да. Вы еще приехать в город должны будете запарковать. А сейчас это платно. А сейчас это платно, да. То есть это создает, вот, в театр поехали, три часа, да, 150 рублей вы уже заплатили. Плюс бензин, там, вот, получилось 200 рублей. Поездка сегодня в среднем, если это говорить не, там, в аэропорт куда-то далеко, по городу, ну, там, 350-400 рублей обходится, да. Ну, это в один конец, 350-400 рублей. Ну, один конец, да. Если посмотреть какое-то более короткое движение, то можно уложиться, наверное, и в меньшие деньги. Меньшие деньги. Опять-таки, можно выбрать машину, там, другого класса, да. Может, там, 300-400 рублей, это там, может быть, комфорт-класс, да. Если вы хотите сэкономить, можешь поехать бизнес-классом и уложиться бы дешевле. Хотя, в целом, пока нету регулирования тарифов, тарифы, вот, достаточно такие. Ну, а вот, опять возвращаемся, да, к некому государственному, да, участию, в частности, мы говорим о участии города в, да, в создании этого рынка, цивилизованного рынка. Вот единая тарифная сетка все-таки может возникнуть? Да, да. Или мы говорим о рынке, а рынок, это, соответственно, есть спрос, есть предложение и так далее. Безусловно, это один из элементов создания условий для токсомоторных перевозок. Я то, что услышал, знаю, что город планирует в ближайшем будущем все-таки прийти к какому-то там единому тарифному плану по городским перевозкам. И определенные действия уже в этом плане предпринимаются. И в этом случае он будет, как, он будет обязывать, да, таксистов, что есть? Есть такое расписание, и я, как потребитель, буду об этом знать, да, и воспользоваться услугой такси, и я уже, так сказать, буду готов, да, к тому, что меня ожидает. Да, вы будете знать. И согласиться на большее, естественно, я уже не смогу. Ну, это будет зависеть от вашего желания. Ну, это естественно, да. Но в целом будут официальные тарифы, городские, как, не знаю, в других городах, там, не знаю, в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке, там, где есть тарифное регулирование государственное, то вы можете спокойно сесть в машину и знать, сколько будет стоить. Хорошие всегда сравнения, да, с Лондоном, Парижем или Нью-Йорком. Я, если позволите, сравню с каким-то мелким российским городом, но чуть позже, потому что у нас есть звонок. Давайте пообщаемся. Светлана, день добрый, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот я слушаю, как передача интересная, а вот я, допустим, из дома хочу заказать вот такси, именно вот, ну, вот такой вот, про который говорил ваш гость. А куда мне обращаться? Ну, вот я вышла, я не вижу желтую машину с шашечками. Может быть, есть какой-то контактный телефон, сервисная группа какая-то. Куда обращаться? Понятен, понятен вопрос. Спасибо, Света. Кстати, извините, Света, вы часто на такси-то ездите? Нет, к сожалению, положил трубку. Куда обращаться? Ну, я так понимаю, это все зависит от того, да, какого оператора выберешь. Да, потому что наша компания все-таки занимается организацией бизнеса, да, мы не ведем операционную деятельность, как бы, на этом рынке. На самом деле, сегодня есть достаточно большое количество такси-операторов, которые могут представить такую услугу, и мы можем там, мы, в принципе, даже мы поддерживаем таких вот операторов и даем им заказы. Ну, это нормально, да. Я, кстати, вдруг подумал о том, что, ну, последний раз я такси пользовался все-таки до 1 июля. Подумал о том, что я заказываю такси, он приезжает к подъезду, мне говорят, что все вас ждут, я выхожу, а там не желтая машина. Я отказываюсь сейчас? Нет, почему вы должны отказываться? Потому что она не желтая. Ну, она же имеет разрешение, соответствует всем требования закона. То есть, пока это все-таки не аргумент, да, для того, чтобы я засомневался в операторе? Ну, на самом деле, сегодня уже есть в Москве несколько служб, которые эксплуатируют только желтые автомобили, и вы можете выбрать именно их. Есть такая компания, Московская служба такси, и она работает только на желтых автомобилях. Ну, в любом случае, да, это сделать легко, это, как бы, обращаясь сейчас к Светлане, да, это, так сказать, в интернете, в интернете, наверное, список. В интернете там список, есть там телефон даже, вот, 730-40-40, компания, которая, вот, Московская служба такси, которая занимается операторской деятельностью на этом рынке. У них только желтые машины. Так вот, возьмем, вернемся точнее, да, к тарификации, примеры Лондона, Парижа, еще раз повторю, это замечательно. А, допустим, я хотел бы обсудить вам другой пример, пример какого-нибудь провинциального российского города, не столичного, да, и там очень часто, ну, я бываю там по работе, в командировках, очень часто там ситуация следующая, существует некая стандартная такса передвижения по городу в принципе, ну, словом говоря, 50 рублей в любой конец. Это нормально, это хорошо, это удобно, или это, опять, зависит от того, что это небольшой городок, и там это нормально, а в Москве, в принципе, такого, наверное, представя себе. Ну, наверное, да, с учетом масштабов города и площади, и трафика, да, то есть, наверное, будет затруднительно. Потому что я тоже бываю в командировках в других городах, конечно, там небольшой город, и абсолютно любой таксист может просчитать движение там, да, по нему километраж, стоимость бензина, время, и сказать, что действительно, мне, наверное, нет смысла выдумывать какую-то сложную тарифную схему, есть, как бы, понятные таксы, сел в машину, 50 рублей заплатил, доехал в любой конец. В Москве, наверное, все-таки это не очень получится, все-таки площадь большая, и здесь можно, наверное, рассчитывать на какие-то короткие поездки, то, что вот вы проводили пример, от метро доехал на метро до станции. Я, кстати, видел где-то такие раз по району, условно говоря. Да, по району 200 рублей там. Да, и есть такие, действительно, прям небольшие таксомоторные компании. Локальные такие, да? Или группы там таких вот частных извозчиков, которые стоят около метро и, значит, перевозят как раз по ближайшим районам. Да, в пределах какого-то небольшого. Понятная такса, да, там 150 рублей или 200 рублей, вы платите и садитесь, доезжаете. А если вернуться опять к тому, что возникнет некая единая тарифная политика, да, ну, как минимум, Московского, города Москвы, да, Московского правительства, вот подобные будут противоречить, да, подобные примеры будут противоречить этой политике или с этим тоже можно будет согласиться? Ну, мне кажется, это просто, вот эта политика, она как раз и будет некой частью, да, то, что город планирует сделать, потому что есть короткая поездка, есть тариф за посадку в машину, да, если вы не выйдете из, там, лимита, там, не знаю, 10-15 минут или, там, километров, то вы заплатите, там, тариф за посадку. Хорошо, хорошо. Значит, мы давайте вернемся к разговору непосредственно о вашей компании и то, что вы предлагаете, еще раз повторю, на мой взгляд, очень удобно, но при этом все же вы рассчитываете некие на частные, да, на физические лица, да, на индивидуальных предпринимателей или к вам может обратиться какая-то крупная уже компания, состоявшийся, может быть, оператор, да, вот, для того, чтобы, да. Да, мы готовы работать с любым клиентом и с частником, с ЭПшником, да, и с крупным таксомоторной компанией, но, исходя из структуры рынка, большинство сегодня разрешений выдано индивидуальным предпринимателям, около 70%, соответственно, сам рынок, он вот и таким... Диктует, диктует такое предложение. Диктует, да, о том, что мы будем работать в большинстве своем по индивидуальным машинам. Ну и наверняка какие-то уже более-менее крупные компании, да, у них, наверное, свой автопарк, они вряд ли, да? У них есть свой автопарк, но почему нет, на самом деле мы общаемся и с крупными игроками, и готовы подстраиваться и делать специальный продукт для них. Я понял. Руслан, еще раз новости на Финам.ФМ, ну и потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, последние 10 минуточек у нас с вами осталось. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем рынок таксомоторных перевозок в России. В гостях Руслан Найманов, генеральный директор компании СОЛТ. Ну и вернемся все-таки к вашему бизнесу, да, поскольку мне кажется, это очень любопытно, очень интересно, ну и как минимум эксклюзивно пока еще на российском рынке, да? Да. Так об этом рассказывал Руслан. Значит, почему вы сами-то, собственно, не занялись перевозками непосредственно, не стали оператором рынка, как принято говорить, да, а все-таки заняли вот такую свободную нишу пока еще? Ну, безусловно, мы могли как бы стать одним из операторов рынка. Я предполагаю так, что в принципе, да, этой темой люди начинают интересоваться глубоко или не очень, каким-то образом уже к этой теме, да, имея отношение. То есть вряд ли мы пришли со стороны и подумали и сказали, а давай-ка мы займемся вот этим делом, да. Верняка вы раньше были связаны с этим бизнесом. Мы были связаны там с рынком финансовых услуг, со страхованием, лизингом, кредитованием, и нам эта тема достаточно близка. При этом, как бы, рынок операционный, как бы, да, то есть сами перевозки там, ну, не очень понятен, как бы, да, мы в этом… Вам именно не очень понятен. Да, мы не самые большие в этом профессионалы, но зато мы умеем делать интересные бизнес-решения. Поэтому, проанализировав, вот, куда можно направить свои усилия, мы поняли, что вот эта ниша сегодня рыночная свободна, и если мы будем заниматься созданием бизнес-решения и при этом не будем участвовать в операционной деятельности, связанной с перевозками, то это создаст нам дополнительные преференции, потому что потенциальные клиенты не будут в нас видеть своего конкурента. Да. Который вот сейчас там машина выдаст и тоже что-то возит, и там потом все что-то там консолидирует, и там пытается отнять. Таких задач у нас нету. Мы хотим вот просто помочь городу, горожанам и всем участникам рынка вот пересесть на нормальные, красивые машины. И при этом абсолютно не хотим заниматься операционной деятельностью. И это вот, я считаю, что наша дополнительная конкурентная преимущество, потому что мы не будем конкурировать. То есть вы никому дорогу не переходите, да? Не переходите. Да. Мы помогаем вам, да, делать ваш бизнес. Мы создаем свою бизнес-модель и делаем некую там поддержку, да, некую поддержку для всех участников рынка. Это любопытно, на самом деле, вот то, что вы сейчас говорили, да, у вас есть опыт работы в финансовой сфере, насколько я понимаю, да? Именно поэтому ваша машина, ну, ваша с точки зрения компании Sold, она может отличаться от стандартного такси, потому что, да, может наполнено быть некими инновационными решениями. Да, на самом деле мы вот в этой части очень активно сейчас работаем, чтобы создать не просто машину желтого цвета, которая перевозит пассажиров, а еще создать некие там комфортные условия для пассажира, находясь в машине, которую он может там всем телом своим ощутить, да, плюс-минус. Ну, во-первых, это кондиционер, ну, это понятно, это есть везде, плюс мы ставим... Ну, это есть везде, имеется в любом автомобиле, который имеет разрешение. Потому что если бы такой, да, автомобиль был бы кондиционером, ему пришлось самостоятельно устанавливать туда кондиционер. Да, у нашей машины все оборудованы кондиционерами или климат-контролем, и это создает, там, понятную атмосферу, приятную, там, комфортную для человека. Также мы, наши все машины оборудуются Wi-Fi роутером, да, то есть вы можете сесть со своим телефонным планшетом, компьютером, получить доступ и во время поездки там работать. Там бесплатный пароль у вас есть. Бесплатный, да, бесплатный доступ и получать информацию там в сеть, как бы, и получать всю необходимую информацию, почту там, не знаю, Facebook и так далее, и тому подобное. То есть я всегда думаю, знаете, с одной стороны, конечно, это здорово, сел в машину и еще и продолжаешь работать, да? А с другой стороны, не было Wi-Fi, а сел в машину, можно было подумать о чем-нибудь, послушать музыку, там же наверняка... Безусловно, у нас сзади находятся мониторы, в которые человек может посмотреть какую-то там передачу, посмотреть фильм, возможно, короткий. То есть телевизионные мониторы? Ну, мониторы, на которые можно выводить картинку, да, а сигнал там может быть телевизионный, мы об этом сейчас думаем, так и некий там видеоряд... Носитель. Носитель, да, который можно посмотреть какой-то фильм там, да, или там, не знаю, подборку, какие-то картинки. То есть я сажусь в это такси и имею возможность выбрать, да, что вот я... Да, как в самолете, да, да, как в самолете. Вы можете выбрать на кнопочку и посмотреть какую-то там развлекательную передачу, да. Плюс вы можете посмотреть, как вы двигаетесь по городу. Также вы можете там нажать кнопочку и получить некий там себе гид по городу, да. Я сейчас вспоминаю опять разговоры о тарификации. Мне кажется, проезд в вашем такси будет несколько дороже. Нет, почему? Нет? То есть все это не повлияет на стоимость билета? Нет, на стоимость не повлияет. Это создает дополнительный комфорт для пассажиров. Да, комфорт, ну и желание вернуться, наверное. Желание вернуться, да, и воспользоваться машиной как раз. Ну, хорошо, это действительно, это вещи, которые позволяют более комфортно проехать в этом такси. А есть вещи необходимые. Ну, в частности, вот мы говорили о счетчике. Вот так он выглядит, вот я знаю, да. Сколько мне это будет стоить. А момент расплаты, что называется, всегда очень важен. Да, момент расплаты, он действительно важен. Я посмотрел, у меня мелкой денежки нет, к сожалению. Сдачи есть у таксиста, нет у меня сдачи. Знакомая ситуация. Вот, вот, вот. Знакомая ситуация. Я думаю, каждый пользователь такси попадал в нее. Бомбиры наверняка, да, да, да. Попадал в такую ситуацию. При этом у нас есть понятное решение, которое сегодня распространено на рынке. Это посттерминал, да. В каждой машине оборудоваться таким устройством. И вы можете спокойно расплатиться карточкой за поездку. За самую любую короткую поездку. Хоть там 150 рублей. Вставили карту, нажали пин-код, денежка списалась, все, сели. То есть вышли из машины и пошли заниматься. Вот об этом речь, действительно. Потому что подобные вещи, да, они хоть с одной стороны может быть и не принципиальны, но это опять-таки повышает комфорт, повышает узор. Комфорт, безусловно, это удобно. Потому что, не знаю, еще раз повторюсь, у каждого были случаи, когда вы садитесь в машину и понимаете, что у вас только 5000 в кармане. И начинается беготня по магазинам, разменяется мне, пожалуйста, купюру. Совершенно верно. Или, ну, может быть, конечно, это не совсем отражает реальность, но у меня бывали случаи такие, что я доезжал до конечного пункта, имею какую-то крупную тоже, ну, тысячу, например, а поездка стоила 800. А у таксиста не нашлось сдачи. Нет сдачи, да, и пришлось отдать тысячу. Совершенно верно. Ну, это, по крайней мере, будет менее затратно с точки зрения каких-то движений дальнейших. Да, это так. Плюс мы вот сейчас тоже находимся на стадии внедрения дополнительного сервиса. Как я уже сказал ранее, все наши машины оборудуются видеорегистраторами. И, допустим, ситуация. Вы хотите отправить своего ребенка куда-то, там, не знаю, в школу, в больницу, но не иметь физической возможности сопровождать его, да. Вызываете такси, ребенок садится в машину, вы можете получить пароль, доступ к определенному интернет-ресурсу, где вы увидите машину, как она двигается по городу, и также вы можете посмотреть, что происходит в автомобиле. В салоне. Да, и видеть, что вот ваш ребенок сидит, едет, все спокойно, все хорошо, никаких проблем. И когда он доехал, тоже у вас будет сигнал, что ребенок доехал, все нормально. Это вот такой сервис мы тоже планируем внедрить. Да, да, да. Нет, это просто серьезное преимущество, я бы сказал, да, серьезное, что называется, плюс. Потому что такие варианты очень часто встречаются, как с этим бороться, никто не знает. Да, да, потому что вы как бы сели в машину, и что происходит, не знаете, потом ждете там напряженно звонка, там, или делаете там сами звонки, там, или смс-ки какие-то, то вот такой сервис тоже может быть представлен, и достаточно... Ну, это пока в планах, я так понимаю. Да, пока это в планах, пока это не реализовано еще. Банковский терминал уже есть там. Терминалы есть в каждой машине, да. Терминал, видеорегистратор, мультимедиа-устройство и GPS-трекер есть в каждом автомобиле. Ну, а эти вещи пока еще перспектива. Еще, если говорить о перспективах, что, на ваш взгляд, да, в ближайшее время может появиться, ну, и в машине в частности, и на рынке более в глобальных каких-то, более глобальных разговорах на рынке? Ну, все-таки все ожидают, участники рынка, действий дальнейших города по стимулированию и легализации перевозок. Все-таки хотелось бы, чтобы вот те меры, которые заявляются или уже прописаны там в законах, они начали реально работать, и все-таки вот все горожане, там, гости столицы могли получать качественную услугу, и не избавлялись от бомбилов. А есть опасность того, да, что есть закон, есть некое изменение, заявленное уже, озвученное, а выполняться, к сожалению, оно будет не сразу или не будет вовсе. Ну, да, или не сразу, или будет идти очень медленно. Вот в этом направлении, конечно, мы их... То есть такие риски существуют, да? Риски, безусловно, есть, и все участники рынка легальных перевозок, они как раз настроены на том, чтобы как можно быстрее город совместно с нами, там, да, с участниками рынка... А вот от кого, от чего эта заминка, как правило, бывает? Я даже, может быть, не столько сейчас говорю о конкретном нашем обсуждаемом, да, обсуждаемых поправках к закону о легковом такси в городе Москве, а в принципе, если говорить о нашей российской действительности, закон принят, да, все на благо, все прекрасно понимают это, все замечательно, да, надо бы следовать в этом направлении, а потом начинается, вот это не движется, об этом забыли, об этом и никто не знает. Ну, есть, как обычно, и какие-то административные недочеты, да, которые существуют, там, в законодательной базе, там, в правоприменительной практике. То есть, условно говоря, прописан закон, а как его выполнять, не совсем понятно. Не совсем понятно, или там нет, недостаточно, там, ресурса какого-то, который позволит, вот, проконтролировать исполнение, там, закона, но, безусловно, то, что город все не делает, это будет стимулировать переходы, вот, на легальные рельсы, да, даже, я уверен, одно разрешение движения официально такси желтого цвета по выделению полосам, сразу будет стимулировать, даже у вас, как потребителя, взять машину желтую, а не какую-то бомбилу, потому что вы доедете быстрее, да, вы не будете тратить время, и это вам обойдется даже дешевле, потому что вы не будете стоять в пробке, а тарификация идет, в том числе, и по времени, это будет дополнительный плюс. Я почему-то подумал сейчас, ну, по крайней мере, картинка с московской улицы, что тот, тот самый бомбил, о котором мы сегодня вспоминаем, на опеле, кондете, он как раз по выделенке-то, и, как правило, и чешет, и не смотрит ни на что, и ни на кого, у него еще и номера, может быть, даже не московские, и ему это все сходит, к сожалению. Эта ситуация пока есть, но город и федеральное правительство принимают определенные меры по борьбе с такими товарищами на дорогах, да, я уверен, что рано или поздно мы сможем их передвинуть, как бы, в зону... Там, где им надо... Да, где им должно, где они должны находиться. Хорошо, хорошо. Ну, и минутка осталась, буквально, Руслан, давайте все-таки о перспективах развития вашей компании непосредственно. Что вы ставите сейчас во главе угла, с точки стратегического развития или, может, актического развития, на ближайшую перспективу? Ну, по поводу наполнения автомобиля, я уже понял, автомобиль будет очень комфортным, удобным, да, со всех точек зрения. Ну, безусловно, мы хотим быть, там, значимым игроком рынка, создавать вот наше бизнес-решение, его совершенствовать, предлагать всем желающим, все время совершенствовать наше предложение для конечного потребителя, чтобы любой наш клиент и индивидуальный предприниматель, или это крупная, или средняя, или крупная таксомоторная компания могли с большим комфортом и с большей, может быть, даже и своей рентабельностью, да, осуществлять свой бизнес. Это же не последний, да. Да, безусловно. Вот мы к этому будем стремиться очень активно, будем наращивать и количество машин, которые мы представляем, и модельный ряд, и комплектации подстраивать, более тонкую, так я бы сказал, тонкую настройку делать под разные направления, там, вот эконом-класс, вот здесь все-таки нужно вот такие требования, да, вот бизнес-класс, там, какие-то свои требования, и мы давайте там адаптируем в большей степени автомобиль и так далее. Плюс будем совершенствовать, наверное, и сам продукт, потому что сегодня мы машину передаем в стандарте пользователю услуги, индивидуальному предпринимателю или таксомоторной компании, но, как вариант, мы можем предлагать и другие программы по финансированию, допустим, без передачи собственности с обратным выкупом. Это будет стоить дешевле. Спасибо, Руслан, огромное. Руслан Найманов, генеральный директор компании СОЛТ, был сегодня в студии бизнес-класса. Уважаемый Руслан, спасибо. Спасибо. Вам спасибо за внимание, уважаемые слушатели. Всего хорошего, успехов в бизнесе.